Ребят, снова привет! Это мое очередное видео про установку дверной ручки. Как видите, на этот раз буду рассказывать про щеколду еще дополнительную, врезную. Так что, приятного просмотра! Значит, начинаю с того, отмеряя высоту от пола. Кто-то делает наполовину двери, то есть где-то 100. Я беру 97-98, где-то вот так вот удобно. Независимо от рисунка двери, кто-то, конечно, думает, что хорошо бы взять вот здесь, ровно к стеклу, но это высоко. Это если там двухметровый дядя какие-нибудь с тетями, то им очень нормально, а детям уже тяжело. Да и неудобно, даже человеку со средним ростом. Вот, 97 сантиметров. Самое, что есть, не лучшее. Сразу, помимо того, что у меня будет ручка, будет еще внизу стоять защелка. Я обычно отмеряю 8 сантиметров. Делаю еще риску. Соответственно, находим середину. Кому как удобно, а мне вот удобно вот так. Все, середину здесь нашли, здесь нашли. Дальше берем защелку на ручку. Здесь посередине прикладываем, где-то серединка идет сама вот эта вот. Ну и вот здесь отмечаем. Вот, да. Здесь будем сервить. Дальше берем от защелки нижней. Та же самая операция. Здесь примерно вот посередине. Не пролазит. Даже можно посмотреть. Но опять же, все бывает разное. Бывает все разное. Так что мы можем даже смешно его взять. Масручка у нее пролазит. Дальше я беру сверло на 24. Можно на 25. Но 25 она будет прям вровень по ширине. Можно промахнуться. Но 24 лучше всего. Она и здесь проскакивает хорошо. И здесь. В дрель, в шуруповерт. У кого мощный шуруповерт. Сначала сверлим здесь. Вот у меня риск уже есть тут. Изоленты видите, да? А потом уже с этой стороны чуть сверло вылезло. С той стороны. То есть такую вот операцию проворачиваем. Дальше я беру сверло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому Дальше вставляем. Вставляем защелку. Вставляем защелку. И прихватываем саморезом. Дальше лучше всего брать нож канцелярский. И аккуратненько, аккуратненько, без лишних телодвижений. Начинаем делать прорезь. Тут самое главное не уйти за край. Потому что такие пленочные, да все двери, что деревянные, что пленочные, что шпон скалываются махом. Лучше вот от края начинать и до середины. Дальше убираем. А присунок у нас уже есть. Нужен молоток и стамеска. У особо богатых может быть фрезы есть. У меня фрезы тоже есть. Я ими не привык работать. Таскал с собой, таскала. С ними дольше возни. Пока их там откалибруешь. Ну что за дверь, мне сказали. Бумага. Как вот в том войну и мир можно врезать замок. Вот, наверное, про что у меня видео. Вот бумажка. Вот, наверное, в книге толще, плотнее бумага, чем вот это барахло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, примерно что-то такое получается. И проверяем, как она у нас входит. Можно вот чем-то таким вот. У меня здесь вот резиновая ножна кияночка деревянный. Чуть-чуть подстучали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот. А дальше делаем нижнюю аналогично. Прикручиваем сюда уже уставные саморезы. Короче, вот что у нас получается. Здесь вступим. Должно быть ровно. И заподлицо. Чуть не настроиться. О! Хром-то такой блестючий. Дальше работаем с этой стороны. Так, вот что у нас входит в набор ручки. Сами ручки. Четырехгранник. И набор всяких саморезов. Тут даже вон шестигранники. Шестигранник, чтобы откручивать накладку. И фиксировать четырехгранник внутри ручки. Все это откручиваем. Здесь можно откручивать не до конца. Даже можно сначала первую ручку прям намертво прикрутить шестигранником. А здесь расслабить. А эти снимаем квадраты. Ну вот. Четырехгранник. Вот здесь прорези специальные вставили. Здесь можно сразу зафиксировать. Какая тут жесткость. А это снимаем. Вот в некоторых случаях они как раз таки не снимаются. Вот они здесь болтаются. Ничего с этим не поделаешь. Приходится вместе с ними крутить. Вот начинаем с ручки. Зафиксировали. Так. Все все. Вот. Зафиксировали. Смотрим, чтобы ручка была у нас ровненькая. Далее. Со сверлом. Полторашечка. Сделаем на месте. Аккуратно. Ручками поцарапаем. Конечно. Вот так неудобно. Сверло нужно подлиннее. Но у меня вот PH-ка. Один. Один. Почему один? Потому что у этих маленькие саморезики. Вот. Ну здесь у меня хорошо походит PH-1. Аккуратно. Они у меня вот такая только коротенькая. Но я думаю не достану. Добаворт. Вот так вот. ucci. Нуlooking. Субтитры подогнал «Симон» 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 И фиксируем. Фиксируем. Здесь четырехгранник, который внутри идет. Вот она, ручка, чтобы вот так вот не ходила. Вот. Как раз таки этот четырехгранник надо закрепить. С фиксатором точно такая же петрушка. Они обычно идут такие же стандартные, у них что-то хорошо, вот эти штуки снимаются. Но у них очень часто бывает проблема такая. Что-то эти шплинтики вот, очень большие. Сейчас я вам поподробнее, вот. Может так вот лучше будет. Вот. Видите, как большая, вон насколько. Их приходится обрезать болгаркой. Здесь вот, тут аж прям смело полтора сантиметра. Пойду обрежу и прикручу так же. Втулку четырехгранник я отпилил болгаркой, потому что была длинная. Вот. В некоторых еще есть здесь фиксатор крепить. Сам четырехгранник. Но вот на этой модели такого нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...